Пятый день. Беседа шестая. О том, до каких ужасных преступлений может доводить человека отступление от веры. Страдания святых мучеников Урвана, Феодора, Медимна и Ижесними. И святых мучеников Иувентина и Максима. Четименей, сентября пятая. К прихожанам, живущим среди раскольников. Известно, что и все вообще раскольники не любят православных. И почти все стараются им делать зло. Но известно также и то, что особенно ненавистью к православным отличаются не те, которые родились и выросли в расколе, а те, которые из православия сами ушли в него по своим безумным убеждениям. Отчего это последнее? Отчего особенную ненавистью к вам, братья, отличаются те из раскольников, которые сами из православной церкви ушли в раскол. Знаете, что это последнее от того, что к отступникам от православия дьявол становится особенно близким, отнимает у них всякую любовь к ближним и вселяет в них всякую злобу. А с этой злобой они, понятно, и становятся способными на всевозможные преступления и на самом деле таковые совершают. Истину эту доказать нетрудно. Вот, например, что пишется в житии святых мучеников Урвана, Феодора и Медимна. Когда многие из христиан в Царьграде ушли из православия в Арианскую ересь, тогда они прежде всего воздвигли гонения на православных, изгнали и в Агре епископа. Одних из христиан били, других в темницы стали бросать, у иных имение разграблять. А царь-отступник Валент, упомянутых святых мучеников, когда они пришли просить у него защиты от Ариан, вместо того, чтобы подать им эту защиту, велел тайно предать смерти. И посадили святых мучеников в корабль. И когда корабль был посреди моря, слуги царские зажгли его, и святые погибли в огне. Другой пример. Однажды царь Иулиан, тоже отступник от веры, вознамерившись осквернить христиан, приказал все продаваемые на торжеще снеди окропить идоложертвенными скверными. Два христианина, воины Иувентин и Максим, узнавшие об этом, бывши на одном перу, горько выражали свое сетование на беззаконие царева. Царь об этом узнал, и сначала велел бить их без пощады, потом бросил в темницу, а затем, в конце концов, были им и отсечены их святые главы. Не правда ли после сего то, что отступившие от православной веры и ставшие раскольниками потому именно братья ненавидят вас, что к ним, отступникам, дьявол особенно стал близким, отнял от них любовь и вселил в них всякую злобу? Да, посмотрите на еретиков Ариан. Когда православные в Царьграде сделались таковыми, то что вышло? Тотча же, по своем отступлении от веры православной, новые еретики Ариани стали гнать православных, изгнали их епископа, били их, в темнице заключали, грабили. А цари-отступники, как вы видели, топили православных и головы им отсекали. Чье же это дело главным образом? Конечно, прежде всего рук дьявола. Что Господь сказал про неверовавших иудеев? Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала. Не то же ли самое, можно сказать, и про отступников в раскол? Опять да. Если бы вера их была правая, и Дух Божий был бы с ними, тогда, конечно, у них была бы любовь ко всем. Со всеми бы был у них мир, и ко всем у них было бы сострадание. А у отступников что видим? Как слышали, у них есть только злоба одна и готовность из-за нее на всякое преступление. Верно, что всякое древо познается по плодам его. Но что же скажете нам-то из этого? То, чтобы вы оставили всякие сомнения относительно истины веры и церкви, бегали от раскольников, как от губительной язвы, и, делая им лишь добро, все-таки всячески уклонялись бы от их хульных бесед о нашей святой церкви, отрицались бы от их скверных и бабьих басней, и непрестанно бы помнили слово апостола. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Аминь.